Причиной смерти трёх пациентов клиники пластической хирургии Медланш стала инфекция. Об этом сегодня сообщил глава Росздравнадзора. Лекарственные препараты, которые использовались в центре, отправлены на экспертизу. Также предстоит выяснить, в каких условиях проводились операции. О первых результатах расследования. Ярослав Крысиенко. Смотрите, доктор не находится под следствием. У доктора не забрали, он не лишён врачебный, не запрещено ему... Я вам советую, если вас интересует эта история, обратиться за комментариями к следователю следственного комитета, который ведёт это дело. Это один из пластических хирургов печально известной клиники Медланш. После его операции одна из пациенток погибла в жутких мучениях. Теперь врач работает в другом частном медцентре. Причастность к смертям отрицает. Рассматриваются версии о недоброкачественных лекарствах. Ну и каким образом врач, как считаете, любой из врачей причастен к этой ситуации? Если в клинику попадает серия недоброкачественных лекарств. Клиника Медланш, которая занимала целый этаж небольшого жилого дома, вот уже несколько недель не работает. Её двери опечатаны, а все медикаменты, которые удалось найти в кабинетах, представители следственного комитета направили на экспертизу. Приходящие врачи оказывали тут множество услуг. Самые популярные препараты для анестезии. И вот как раз сегодня около 10 образцов лекарственных средств из клиники Медланш поступило сюда, в единственную в Москве лабораторию контроля качества. Экспертиза продлится не менее 40 дней. Конечным результатом будет протокол, в котором будет указано, соответствует данное лекарственное средство показателям качества или не соответствует. Но медикаменты, скорее всего, ни при чём. Специалисты уже разобрались, из-за чего в Медланже одна за другой гибли молодые здоровые женщины. Все случаи, которые связаны по одной клинике, имеют одинаковую причину осложнений. Это гнойно-септические осложнения. Поэтому в настоящее время проводится ряд мероприятий, связанных с тестированием продукции, расследованием непосредственно хода операции. Профессионалы говорят, септическое осложнение — это всегда результат инфекции, который можно занести только если условия при операции антисанитарные. Развитие очага инфекции может провоцировать использование некачественно стерилизованного инструментария. Либо работа в операционной, где не соблюдаются правила асептики, соответственно, могут быть инфицированные поверхности, воздух. В больницах Москвы остаются ещё две девушки, которые едва выжили после пластической хирургии в Медланже. У всех заражение крови и проблемы с внутренними органами. Всех буквально вытащили с того света врачи-реаниматологи. Она была в состоянии искусственной комы, она не могла дышать сама, она была на искусственной вентиляции легких. Ей переливали кровь, потому что у неё было заражение крови. Не исключено, что после проведения всех экспертиз врачи Медланже всё-таки окажутся под следствием. Родственники пострадавших пациентов уже подали коллективный из против руководства закрытой клиники. Ярослав Красиенко, Антон Ситников, Иван Мурашёв и Анна Балан. Вести. Редактор субтитров А.Сёмкин